Я фанат, наверное, с 2014 года еще. Ежегодно посещаю концерты, а тут такое большое событие с симфоническим оркестром, пикник. Поэтому планы были давно, еще полгода назад. Я, в принципе, из-за этого прилетел даже в Москву, все командировки оставил. С дочерью решили пойти на концерт. Крокус у нас был, это наша любимая площадка была. Мы там знали все кресла по всем. В разных уголках посидели за много лет жизни в Москве. Мы любители концертов. Поэтому в Крокусе был лайфхак определенный. Теперь уже можно и поделиться, потому что Крокуса больше нет. На подземной парковке мало кто знал, но можно было запарковаться возле второго входа. И там всегда были места свободные. Ты попадаешь сразу в зону гардероба. Парковка подземная отапливается, отапливалась у Крокуса. Поэтому в любое время года, зимой особенно, очень удобно. Ты вещи оставляешь в машине. На этом ты экономишь кучу времени при выходе. Из-за того, что там 10-тысячник зал на 10 тысяч человек. Обычно большие были пробки, когда ты уходишь, чтобы в гардеробе забрать вещи. И мы пользовались таким лайфхаком. Оставляли все вещи в машине. Тут же ты метров 30 паркуешься от входа. Там всегда есть места. Были. Вот. И заходишь сразу в гардероб, потом наверх поднимаешься. Поэтому мы по старой нашей традиции припарковались возле второго входа секретного и пошли в зал. Ну, учитывая, что это был такой значимый для нас концерт, симфоническим оркестром у пикника был, мы решили взять с дочкой ложу. Взяли себе вип-ложу. Вот. И тоже, посмотрите, как это, что там вообще интересно. Как оно. Вот. Да. Конечно, до всего этого было прикольно. Там звезды разные. Там. Ну и так устроена вип-ложа очень интересная. Такой длинный коридор. Коридор, который объединяет 8 вип-лож. Эти вип-ложи состоят вот из такого помещения примерно. Где-то там 10 на 7 может быть. Имеют свой санузел и имеют общий стол с лаунж-зоной. И дверь, например, у вас слева выход туда. Это дверь в зал. Ты выходишь, попадаешь на свой балкон на 16 кресел. Все кресла просторные, удобные. Вот. Ты садишься в центре зала между этажом и партером, между балконом. То есть ты можешь пойти в этом помещении, где находится типа зона кафе, где ты можешь заказать еду. Там с ресторана тебе принесут экраны. И ты видишь, что происходит в зале. Слышишь звук. То есть, ну, все там сделано очень классно. Вот. В коридоре есть свой общий бар, где там что-то выйти, там взять. Ну, такие какие-то вещи. Да просто такое. Историю расскажу, потому что оно потом в деталях будет очень важно, это все. Вот. Когда все начнется. Ну, и все, мы пришли. Мы там встретили в Крокусе моих бывших подчиненных ребят, там, с прошлой моей работы, команду. Пообщались еще. Вот. Ну, и благо, что мы, конечно, чуть-чуть раньше стартанули. Послушались хлопки. Хлопки. Ну, как бы, никто не придает значения. Че-то хлопает, что-то хлопает. И в этот момент, а я прям стоял вот так над балконом свисся и смотрю как бы на людей. В зал. Да, в зал. И я вижу, как справа по балетажу, там у них до сцены доходит, бежит сотрудница Крокуса в белой Крокуске. Ну, они там стоят на входе, проверяют билеты. На каждом входе стоят. И она бежит просто молча. Просто бежит. Ну, что случилось? Ну, у меня первая мысль, что там что-то случилось? Смотрю, пытаюсь понять, кто там упал, не упал, там, куда она бежит вообще. А она просто молча в сторону сцены бежит. И за ней уже начали, ну, там, она уже добежала до низу. Смотрю, бегут люди. И начинают кричать, бегите, бегите. Там стреляют. Ну, то есть это какая-то уже пошла суматоха. И в этот момент пошли уже звуки раздаваться слева, с левого входа. Уже четко было слышно, что это стрельба. Это, конечно, да, такой момент. Ну, все, мы с балкона выбежали обратно в тот холл. Женщин, у нас туалет был свой. Мы женщин, детей сразу с мужиками закрыли, посадили их на пол всех там. Да. Эту дверь начали баррикадировать, поднимать всю мебель, переворачивать. Заложили дверь. Вот. Ну, стрельба была, ну, все говорят про левую дверь, ну, про тот вход. На видео они троем зашли. А вот четвертого никто нигде не показывает. Вот. Но мы четко слышали, у нас была восьмая вип-ложа, она была над... То есть вип-ложа, они над входами в зал расположены сверху. И поэтому звук четко слышен, как идет стрельба. То есть вот этого персонажа никто нигде не показывал вообще, где он был. Но у нас стреляли со всех сторон. То есть то, что мы слышали, как будто вот прям за стенкой они стреляли. Вот. Ну, и там же на видео даже видно, они когда зашли в зал, один из них развернулся и стрелял прям в вип-ложи. Вот. Там люди были. А там просто получается, что люди, они замкнуты оказались между вип-ложей и портером. Балкон еще чуть надвисает. И вот этот кусок, и вот тут есть вход получается, проход. И вот здесь кусочек, где люди остались между вип-ложей и портером. И там, ну, четко видно на видео на многих, как он разворачивается и просто стреляет в эту сторону. Ну, там вот. Ну, мы их не видели сами, потому что мы уже закрылись в помещении, забаррикадировались. Но в экране, который транслировал зал, видно было, как люди бегут, падают и уже и не встают. Они же просто на старте, они стреляли, стреляли, стреляли. То есть там вот просто очередь-перезарядка, очередь-перезарядка. И ты слышишь безостановочную стрельбу. Вот. Потом, когда пошли какие-то одиночные выстрелы, мы начали уже, ну, выпустили из туалета, освободили женщин, детей, вытащили к себе уже обратно. Потому что, ну, есть осознание, что мы не понимаем, что происходит, а они вообще не понимают. Они сидят в маленьком пространстве, такие, мужики, давайте выпускать. Потом, а, мы выбежали когда в общий коридор. Из-за того, что у нас была восьмая крайняя ложа, у нас был выход какой-то, непонятно какой, просто дверь. Мы ее сразу начали баррикадировать вот эту внутреннюю и пожарную. Ну, мы так поняли, что-то пожарная какая-то дверь. Ее тоже забаррикадировали там, зацепили, чтобы она не открывалась. Потому что стрельба была где-то там под нами, прям вот рядом стрельба. Вот. Ну, все. Потом она начала утихать. Мы все собрались, прибежала девочка Софья. Я не помню ее фамилию, но она уже получила награду. Ее наградили, потому что, действительно, она нас очень сильно спасла всех. Сотрудница? Да, сотрудница, блин, не помню, Софья. Нет, она работала в ресепшене, ой, на ресепшене. Она работала в обслуживании вип-ложи. И она, конечно, сыграла огромную роль в координации всех наших действий, потому что там был хаос, бардак. Никто ничего не понимал. Мы понимаем, что мы в центре зала и, ну, ну, и мы же не видим, что. То есть, когда, а, и мы все вышли из вип-лож, она позакрывала еще все вип-ложи, и мы все собрались. Уже все, мы экран не видим, ничего уже не видим. Мы остались в этом коридоре все. Вот в этом коридоре все нас, человек, может, 60 там. Ну, просто еще не полные были, не все собрались люди. Может, человек 60-50. Ну, и все. И мы все такие, что-то мечемся. Там стрельба, там что-то все. А-а-а-а, там, ну, свои какие-то суматоха. Как бы, да, стрельба затихла. Ну, мы там с дочкой стояли, я ее обнял, и, ну, и, наверное, это самый жесткий момент из всего, который ты там пережил. Там было два момента, которые остались в памяти. Первый – это когда к нам начали ломиться в дверь из зала, и у тебя стоит на кону выбор, запускать или не запускать. Мне кажется, что это выбор, конечно, каждого человека, но мне кажется, что это останется со мной надолго. Ну, потому что мы не разбаррикадировали дверь. И мы не знаем, что там с теми людьми. Вот. И второй момент – это когда затихла стрельба, мы все выстрелились в коридоре. Я обнял дочь, мы встали в дверной проем, и, ну, я морально ждал взрыв. Ну, и в этот момент появилась Софья, такая – так, все собрались, тихо. И все мужики такие – окей. Такая маленькая хрупкая девочка, там, ну, я не знаю, может, лет 25-28. Вот. Но она нам придала всем уверенности. Она сказала – я не знаю, что происходит. Там какие-то люди вооруженные есть в камуфляже, сколько их никто не знает, связи нет, там что-то по рации шипит, ничего никто не отвечает. Вот. Стрельба затихла, и мы начали с ней думать, что, как бы, стоим, а что нам делать? Такая – ну, давайте сейчас еще, типа, ждем, сейчас ждем, она там пытается по рации кого-то вызвать. Ну, и тут повалил дым. Повалил дым очень обильный и густой сразу, и он прямо вот так начал заволакивать коридор. И мы все понимаем, что вариантов нет, надо выходить. Ну, и мы договоримся, что мы разбаррикадируем двери и идем вот в эту дверь, которая, якобы, ну, похожа на пожарную, скорее всего, какая-то пожарная. Никто не знает, что там даже, это Софья, что там находится, вот, кто там. Ну, и ты, как бы, у тебя вариантов нет. Здесь у тебя дым, там у тебя неизвестность. Но стрельбы не было уже, да, она уже затихла, ничего этого не было. Ну, ты же не знаешь, что там. И мы договариваемся, что мы разбаррикадируем дверь, и все выходим тихо, молча. И вот мы, как договорились, все реально, все так и пошли. Вот, открыли, там оказалась лестница куда-то вниз, сразу за дверью лестница вниз пошла. Ну, немножко там пройти и лестница. Вот, я взял дочь, говорю, давай мы сейчас пропустим, там человек 15, чтобы не первым идти. Ну, к сожалению, в такие моменты ты все равно думаешь, в первую очередь, там, наверное, о себе, да, там, о своих близких, кто с тобой рядом. Вот, если бы там, может, не было дочери, я бы, может, по-другому там себя чувствовал. Вот, но суть не в этом. Мы пошли по этой лестнице, все тихо, молча, вышли в какой-то зал темный, ничего не понятно, ничего не видно, потом еще куда-то ниже, уже какой-то подвал с низким потолком, ну, очень большой. И подул запах свежий, холодного воздуха. И в этот момент ты такой понимаешь, что, блин, где-то свобода рядом. Ну, как будто это третий момент, когда было самое жесткое состояние, когда ты идешь и не понимаешь, что куда ты идешь вообще. И потом уже в этой темноте, там, в конце появились фонарики и такие крики «сюда, сюда, сюда». Это мы уже вышли на улицу, там какие-то ребята стояли, махали фонарями, что выход здесь. Причем у нас почему-то какая-то часть из нас побежала вообще в другую сторону. Мы побежали к этим ребятам. Ну, там тоже такой момент, когда ты мысленно готов к теракту, мысленно понимаешь, что все входы захвачены террористами, ты же не знаешь. И тут тебе мажут сюда-сюда, ты бежишь и думаешь, а как бы, ну, это не ловушка ли это? Ну, у тебя как бы вариантов нет, вот ты по этому бежишь, просто не знаешь, куда ты бежишь. Ну, все, и там, когда уже подбежали, увидели свет уличный, уже выбежали на улицу и там уже, конечно, да. Продолжение следует...